МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, как всегда, мы готовы зарядить вас позитивными эмоциями и настроить на хорошее продолжение дня. Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МЕСКИ идеи первоначально. Именно почему за этот, это у нас проект, всем известно, что Талгат именно колодцами давно занимается. И как-то мы просто с ним сидели и думали, давай попробуем, есть ли в нашем городе или области те люди, кто нуждается в питьевой воде. Почему? Потому что как бы сытые, голодных не поймут, и пришлось как бы, а это у нас получается первый проект получился в городе. Многодетная мать, да, Талгат, у них не было возможности даже провести, потому что сама услуга не очень дешевая, хоть даже центральная. А потом все-таки это одна из наилучших милостыней, чтобы напоить жаждущего, потому что все знаем, да, сейчас у нас идут, всем знаем, да, когда на неделю вода отключали, какой был хаос по городу, это представляет... А это люди вообще? А это люди вообще без воды сидят. То есть просто на минуту представьте себя, вот город отключили от воды, да, там пришли, там все, весь инстаграм, все соцсети шумят, такие крики, почему не договорили, вот государство неинтересно, а тут люди всю жизнь, можно сказать, вот приносят воду даже, они даже некоторые, мы были в тех местах, где некоторые даже пресную воду вживую не видели, да, для них пресная вода, это им привозят с других районов, в бочках, и они даже не знают, бочка уже сколько лет, там они даже не смотрят, там вода ржавая, не ржавая, главное пресная, чтобы была. И поэтому, когда это видишь, на самом деле, вживую, это другой эффект, и представляешь, а эти люди воду не видели, поэтому мы все-таки думали, как бы, твори добро, она к тебе обязательно вернется, и этот проект наш именно образовался вот так, как бы, просто сели, подумали, ну, давай посмотрим. Какие эмоции вы сами испытывали, помогая этим людям, наверное, не передать то состояние людей, когда они выражали свой восторг, свою благодарность вам, вот сейчас даже мы видим на медокрани. Вот этот эмоции, талант, вот эту эмоцию передать, той женщине, которая с утра до вечера смотрела, когда ей бурились. Недавно мы ездили с соседом в Мохаммед, поселок, вот здесь, Жданово. Там женщина была, фото. Вот как раз вот ее дом, и она возле этой калитки стояла с утра до вечера, получается. Вот эта женщина. Нет, нет, это уже вторая семья. Я сам расскажу сейчас ее эмоции. И она стояла, получается, работы начались, получается, с 9 утра, закончились в 2 часа, то есть около 5-6 часов работы велись, потому что там в Мохаммеде 39 метров вода находится, да, внизу. И она все это время стояла, только смотрела, наблюдала за всем этим процессом. И вот мы уже приехали под завершение уже проверить, как-то, и у нее, если честно, неописуемые эмоции были. Почему? Потому что она сама, женщина, перенесла операцию, и у нее есть точка 14 лет. И сама физически она не может таскать воду, и девочка бедная, да, 14 лет, она таскала воду, чтобы кушать, приготовить, ну, житейские. И когда мы пробурили воду, они сразу начали планировать, мы говорим, здесь огород будем уже сажать, уже вода, ну, что говорить, вода, источник жизни. Эти эмоции были неописуемы. Когда мы выехали в поселок Кузягора, вот вы видели, две техники большие, если честно, вот это такое, наверное, удивление, такие эмоции неописуемы, когда вот такая техника большая бурит, и, я не знаю, я на ней не смогу описать. И дети бегают вокруг. Дети бегают, радуются, да, они водой начали обливать нас. Ну, вот, а здесь вот, собственно, ручно мы забили здесь колодец. Это, получается, вторая дачная тоже многодетная семья. То есть, у нас какой критерий, да, чтобы семья либо многодетная, но без кормильца, либо семья есть, если может быть инвалиды. А другая семья, может быть, по каким-то условиям, допустим, может быть, нет долги, или нету там, так сказать, средств существования, да, мы вот им стараемся подключить воду. Касаемый эмоций хотел бы добавить. У нас эмоции разные бывают. Вот совсем вчера мы, в принципе, ночью приехали, вот мы всегда с собой еще молодых ребят подключаем, вот как Сабаржан, они тоже активные, чтобы видели это все. И у нас вчера, получается, да, мы девятером, да, с города на двух машинах поехали, или восемь человек, да? Восемь, да. И начали забивать, то есть с утра до вечера мы забили 21 метров колодца и не нашли воду. Но обидно было не то, что мы воду не нашли, да, как-то, обидно то, что мать-одиночка, там, вот она все-таки думала, радостно, ждала. И мы, да, надеялись, и мы не смогли это. Ну, это то, что мы все, что смогли, это сделали. Все, что было в ваших руках. Да, все, что было в наших руках. Но мы на этом не останавливаемся. Ну, это, как бы вчера прямо для нас было, сегодня, поэтому чуть-чуть, такие расстроенные сейчас с утра, сами собственноручно забивали, ну, вода не вышла. Ну, мы надеемся, поедем обратно с техникой, то есть мы уже два месяца с этим поселком никак не можем решить. Либо сами собственноручно забиваем колодец, если маленькая, от 15-18 метров вода, либо подключаем к основной трассе, да, как вот видите на фотографии, либо вот уже нанимаем такую технику. И сколько часов уходит на то, чтобы собственноручно вырыть колодец? Ну, вчера у нас сейчас 9 утра. Весь день ушел. И все было чекно? Ну, надеемся, как бы все. Ну, мы вернемся, мы не захлопнем за собой дверь. Молодцы, ребята, молодцы. Давайте посмотрим еще несколько сюжетов, видеороликов именно о ваших поездках, как вы работали над этим проектом, как жители вас встречали. Далее мы снова продолжим нашу передачу. Итак, внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok. Далее мы субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Далее мы субтитры создавал DimaTorzok. Наш второй колодец, Машалла. Вот так, такой техникой бурится. Не знаю, посмотрим, через сколько здесь будет вода. Смотрите, как моторчик работает. Ахамдулила. Вторая машина здесь наготове, если что. Вот такие трубы здесь сюда загоняются вниз. Каждая труба где-то метров пять, наверное. Так вот. Молодцы, ребята. Приехали на двух машинах, чтобы поддержать. Мы продолжаем нашу передачу Куншуах. В гостях у нас сегодня волонтеры, которые занимаются социальным проектом «Напои питьевой водой». Ими проделана уже большая, колоссальная работа. И сегодня они делятся результатами с нашими телезрителями. Я хочу предоставить слово вам, Сабаржан. Как давно вы тоже в этом проекте? Вы самый молодой кажется, или есть? «Напои питьевой водой». В этот проект я подключился с помощью Талгатага, Асетага. Они меня позвали. Я как видеооператор хочу передать эмоции людей, как они радуются. Все эти видео снимали вы, которые мы сейчас смотрели. дали. Мы хотим отметить, что все эти видео мы снимаем не ради личного бренда и не ради хайпа. Хотим с помощью этого видео людей замотивировать на совершение добра, чтобы люди понимали, каким трудом достается вода и ценили это. В принципе, все. Что тебя особенно впечатлило, Сабаржан? Ты снимал видео, ты был прямым свидетелем, очевидцем всего этого происходящего. Были такие моменты, которые тебя растрогали больше всего? Да, очень растрогали. Такие мурашки, да? Бывается, когда вот такие... Мы втутро съездили в поселок Мохаммед, вот там женщина, казашка была, вот она радовалась очень, даже до слез. И хвалила там искренние слова, искренние слова летели прям в нашу сторону. Я все это заснял, зафиксировал на камеру, скоро будет видео, посмотрите, увидите. Все как получилось. Ну вот смотрите, вы отдаете всего себя, То есть, сколько труда вы вкладываете, вы говорите, целые сутки вы копали колодец и считаете, не нашли, воды не было. У тебя не было такого желания просто все бросить, уехать, от усталости, от отчаяния. Вот что тобой именно движет сопряжение? Движет мотивацию. Хотелось бы подать пример молодым поколениям. Вот есть еще люди, которые моложе меня. я сам молодой, но есть поколения еще моложе, хотели бы с помощью этого видео оставить им мотивацию такую, что мы забили этот колодец, даже если с первого раза не получилось, со второй придем забьем, или еще что-то, со третьего, как с десятого даже может быть, но по-любому забьем и докажем это. И после этого после нас останется такое видео, может даже молодежь увидит в будущем и замотивируется. Как история, Да, как история уже. Да, у нас в планах получается объехать все 12 районов. Но вы сейчас побывали еще раз на пункте, в скольких районах? Сейчас. Мы, получается, в Жангале подключили 3 семьи, в самой Жангале. Ездили в Сырымский район, это поселок Куздегара, там 2 колодца забили техникой, и Арал-Тубе, там просто подключили одной семье воду. В Махамбете вот были недавно. Так. Шеврвал. И в Шенгар-Лау съездили, объездили там 3 поселка, сам Шенгар-Лау, и рядом еще 2 поселка. Шох-Тубай и как он еще? Урусай. Урусай, да. Но мы нужду увидели только в Шох-Тубае. Там в самом поселке есть 3 колодца с питьевой водой, но все же для населения это трудно. Знаете, какая еще бывает проблема? Вода скапливается иногда, на такие места мы нападаем, вода скапливается в одном месте, и надо подождать какое-то время, чтобы вода обратно вернулась. То есть видеовакуум она образовывается, и когда определенное количество уже убирается воды, то есть люди, так сказать, выкачивают эту воду, и нужно подождать час или два, чтобы обратная вода другая уже вернулась. И вот в этом поселке такая проблема в Шох-Тубае. И мы решили Версал к концу этого месяца поехать в этот поселок пробурить уже колодец. также в Тоскале у нас сейчас в данный момент ведутся работы в самой Тоскале в Каменке там у нас получается пять семей мы совместно с местным Акиматом ЖКХ они подключают всю работу взяли на себя бесплатно подключение только мы предоставили материалы кольца, трубы, щечки и также они предоставляют технику солярку на себя взяли местный Акимат за это мы им благодарны получается вот сейчас у нас система такая что мы как волонтеры как общественники мы тесно сотрудничаем с нашим местным областным Акиматом куда-либо мы выезжаем в какой район областной Акимат нам так сказать проваживает дорогу созванивается говорит что волонтеры приехали от нас и мы уже договариваемся видим нужду вот что понравилось Чингерлау там приехали и Аким Алия Аля Байгази выделила две машины две Нивы так как во многих поселках они просто дальние и наша наша низкая машина не проедет они это предусмотрели выделили машину допустим до такой степени это было очень приятно и также у нас уже сколько лет мы занимаемся благотворительностью ведем социальные сети есть группы и мы раскидываем вот мы были там вот такая нужна там нужно либо подключить либо пробурить колодец и уже договоримся о сумме ну уже мы примерно знаем то есть мы создали вот такую небольшую систему и много ли вот таких отзывчивых людей которые открываются очень много помогают какую-то лепту да свою вносит да вот недавно мы соседам закупались для поселка Тоскалы по мелочи счетчики там нужно были для пяти семей трубы и один человек вообще да вот он простой продавец ну и его точка смысле да и он все предоставил бесплатно представляете он просто я говорил я видел вас по телевизору я знаю чем вы занимаетесь я хотел тоже внести свою лепту нам было это если честно очень приятно вот и вот такие моменты в жизни когда вот кто-то подойдет просто на улице поблагодарит кто-то допустим уже по факту когда где-то мы закупаемся да и нам очень приятно нам очень мотивируется если честно мы видим как не зря да вот на футболке твори добро она тебе вернется да и она оборачивается действительно действительно мир не без добрых людей да сам еще знаете такое интересное как бы ситуацию получу как бы бывает сейчас мы все-таки нам сейчас легче 21 век и чтобы использовать наши вот эти все социальные сети не в плохую сторону там негатив или еще мы как бы стараемся видео снимаем и наше видео даже дети видят там вот Талат помнишь эту историю два мальчика увидели там они мне видео мне и Талату присылают там аси тала 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 я эти я у него копилка я эту копилку отправляю там нам медикаменты мы медикаментами помогали людям другой мальчик мне снимает видео то есть он сервис и вот эту копилку я отправляю там на колодцы там есть одна еще маленькая девочка тоже в третьем классе она как бы она занимается там в парке в том месте где дети играют она маме просит чтобы ее купили она перепродает и вот это честно говоря вот эта маленькая девочка то есть она не у мамы просит а то что она сама продает там вот этим детям ну на все наши как бы проекты приходят я уже запомнил кто нашли на все проекты там две тысячи она отправила на колодец там мальчику ДЦП там болеет поселок переметом сейчас мы тоже воду пробим но там не только вода приходится там им ванную комнату надо целую там из временки мы хотим соорудить ванную комнату утеплить туда две тысячи тенгетов то есть маленькая девочка в третьем классе она просто видит это и как бы каждый день у нее по-моему для себя план поставлен по пятьсот тенгетов это воспитание идет еще и от матери от родителей как бы это нас мотивирует все таки вначале потому что если хочешь делать добро то начни с самого себя да то есть как бы мы я толгат мы предприниматели то есть чтобы кого-то побудить это надо самому начать ты свой вклад вносишь потом и потом это идут другие люди все таки даже вплоть до ребенка до ребенка как вы мотивируете даже дети потянулись за вами и тоже стараются хоть как-то помочь пусть это будет капля какая-то в море но все равно согласитесь что это уже большая помощь ну я даже считаю что это их детей они все таки дети чистые искренние даже их вот эта помощь мы знаете иногда у нас мы слышим же там такой-то миллиардер или выделил столько там миллиардов я иногда думаю так сама сумма не влияет а главное вот это искренность намерения человека которая может даже эти 500 сенге больше роль сыграет чем иногда эти 500 тысяч даже на сейчас мы допустим нам кто-то выделил там позвал просто пример приведу на живом позвал там телевидение там 5 миллионов выделил и сказал давайте копайте техникой а воды там нету нету воды потому что пласт не готов и все сейчас вот мы почему сейчас спешим но вот если честно последний уже сколько месяц месяц наверное мы выезжаем практически во все районы либо мы созваниваемся прежде чем туда ехать мы хотим по максимуму здесь подключить семей и уже потом выезжать в республики почему потому что нам звонят с других городов вот мне лично звонили вот недавно с Казларды там есть у них поселок районный центр в Казларде вроде бы там еще больше нужда юг там вроде пески у них более южный регион и там тоже немало поселков в планах тоже выехать в Казларду или так звонят другие еще другие регионы другие регионы даже так звонят тоже мне звонили Талгатов звонили тоже с Ахтубе с Ахрау с Кокшитава они говорят с Павлодара звонили вы нам скажите как начать вот так просто вопрос как объясните систему как вы поставили систему Талгату это говорил между местными властями как бы совместно и я смотрю у вас очень хорошо поставлена работа да как и областной Ахимат как и городской Ахимат все как бы об этом эти семьи вы тоже находите через них которые нуждаются да получается мы первым делом заезжаем в Ахимат и проверяем наличие АСП просто зачастую семьи допустим не всегда могут сказать правду что они что-то получают какие-то пособия какие-то АСП А вот Ахимат нам предоставляет полную прозрачную информацию об этой семье сколько человек в семье кто что как то есть нет таких семей которые остались может без внимания может где-то сидит какая-то семья а мы же по поселку ходим мы по поселку мы по поселку перед тем как в Ахимат зайти мы первым приезжаем честно говоря мы вот так мы первым молча приезжаем и начинаем стареешь по поселку какая-то деревишь и ходим тут-тут там разговариваем с людьми там же все-таки поселок с местными жителями по поводу поселка Махамбет нам сначала вообще обратилась одна семья там четверо детей женщина позвонила с дом престарелых работает сану да женщина техничка сану ваша папа позвонила с дом престарелых и говорит вот у меня в поселке Махамбет есть семья нуждающая там вот четверо детей без супруга без попечителей да мы туда приехали да действительно условие но какой просто минус увидели что они выпивают и мы отказались им подключать почему потому что мы будем им закупать оборудование допустим это же компрессор допустим он тоже немало денег стоит они могут просто мы потом зашли в магазин местный и жительница сказала что я вам советую что это не стоит не стоит почему потому что вот посмотрите тетрадку здесь долги они только берут выпивку допустим и мы решили им не подключать но она предоставила нам две семьи другие которые реально уже тетя Оля получается и вот вот эта женщина вот эта женщина вообще у нее получается сейчас хотелось добавить талант извини перебью тебя то получается она самая старшая потом у нее сестренка и братишки и они чуть-чуть умственно отстал инвалиды все трое и более у них соображаешь вот эта женщина она где-то подрабатывает где-то полы помоет где-то это и как бы у них еще понимаете там бывает систематически бывает у кого-то третья группа эта третья группа там мало они получают и вот у них проблема вот с водой был мы облегчили сейчас у них с крышей там мы заходили даже там есть у нас видео Талгат снимал там ну сейчас как бы тоже этот вопрос решаем хотя бы накрыть их крышу и эта женщина честно говоря вот только сейчас Абажан говорил тоже вот это ее эмоции передает она она поначалу не верила что просто думали мы просто пришли там и когда она провела она вот там все что хоть и женщина чуть слабо умная но эту искренность надо было видеть да сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на музыкальную композицию а далее мы продолжим нашу передачу дорогие друзья не переключайтесь оставайтесь на нашем канале субтитры 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 создавал DimaTorzok